здравствуйте дорогие телезрители и радиослушатели вы смотрите слушаете программу кпп на телеканале телеком и радиостанции комсомольская правда в студии для вас работает игорь бобков ибо богдай здравствуйте начнем с позитивных новостей двадцатому года россияне будут получать 2700 долларов в месяц что в пересчете на рубли составляет более 170 тысяч рублей и иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек средний класс составит половину населения а инфляция снизится до трех процентов в год такие сведения обнаружила в публикации в российской газете датированные 18 марта 2008 года по прогнозам которые содержались в концепции игорь александрович социально-экономического развития россии составленным министерством экономического развития российской федерации эксперты тогда называли концепцию прорывным сценарием и экономический рывок должен был быть осуществлен за счет внедрения инновации все как и предрекал владимир владимирович путин который сказал что придется нам становиться великой инновационной социально ориентированной державой не отказываясь от конкурентных сырьевых преимуществ что ну и что осталось пока комментировать полтора года осталось до двадцатого года 170 тысяч рублей в среднем на человека заработную плату готовы государственные уже обеспечить нет вообще конечно когда слушаешь и даже не только когда слушаешь когда рассматриваешь принимаешь подобные программы социально-экономического развития там но бесспорно россии слушаешь программу социально-экономического развития бурятии естественно в ней принимаешь участие как-то Пытаешься ее приземлить, пытаешься предложить, чтобы были включены индикаторы, индикаторы обнищания нашего населения, другие вот такие негативные тенденции. Мы же с тобой неоднократно говорим о том, что мы первое место по сифилису занимаем, первое место по СПИДу, первое место по уровню суицидальной активности. Вот этого ничего в программы они не включают, понимаешь? Они включают большей частью только, естественно, позитивный сценарий, и, соответственно, в результате этого сценария, видимо, очень сильно эти чиновники, которые разрабатывают эти программы, видимо, возбуждаются очень сильно сами. Потом, когда, видимо, не могут ее исполнить, они начинают активно увеличивать свою собственную зарплату, понимаешь? Они свою собственную зарплату увеличивают на десятки, на тысячи, на миллионы, на миллиарды рублей ее увеличивают. И в результате, как обычно, делят на среднеарифметическое и получат они. Я не сомневаюсь, что они ее получат. Только, конечно, мы же с тобой говорили уже об их заработных платах, об их квартирах, которые они приобретают в собственность по 5 миллиардов рублей. Игорь Александрович, действительно, уже получили, вот по сведениям Росстат, опубликованные данные о средней заработной плате работников социальной сферы и науки по субъектам Российской Федерации за декабрь прошлого года и январь текущего. Так вот, преподаватели вузов получают 61 тысячу в Бурятии, 61 тысячу 500 рублей в месяц. В среднем преподаватели наших вузов. Врачи 62 тысячи, медсестры 32 тысячи, санитарки 31 тысячу, социальные работники тоже 31, тоже 31 получают работники культуры. А ученые, научные сотрудники тоже на уровне более 61 тысяч рублей. Только вот учителя почему-то 33 тысячи рублей. Но это, видимо, с учетом молодых преподавателей. Уже вот получили. Мы единственно уступаем вот Камчатке и Якутии, где средняя заработная плата в два раза больше. Вот там преподаватели вузов получают по 122 тысячи рублей. Ну и наши тоже неплохо, 61 тысяча рублей. Вот официальные сведения Росстата. Уже идем к 2,5 тысячам долларам скоро приближимся. Но самое-то главное, что здесь шокирует и что ввергает меня в некое состояние такого, знаете, возбуждения. Не то чтобы возбуждения, некого неистовства. В том, что здесь озвучена цифра, что санитарки получают 31 тысячу рублей. Вот уважаемые товарищи санитарки, я безусловно знаю, сколько вы заработной платы получаете. 5-6 тысяч больше не получаете. А что вы только санитарками ограничиваете? Вы думаете, есть преподаватели, которые получают по 60 тысяч рублей в среднем в наших вузах? Конечно нет. Но я имел в виду те шокирующие обстоятельства. А все понятно. Конечно, можно, допустим, сегодня сказать, что есть высший учительствующий состав в школах, которые получают и по 100 тысяч рублей. Это руководство школ. Правильно? Да. Но вопрос-то в том, что когда говорят, что санитарки получают 31 тысячу рублей в месяц, то это, конечно, уже самое настоящее кощунство. Потому что нет старших санитарок, нет директоров над санитарками, над учителями есть директора. Правильно? Какие могут быть руководители у санитарок? Поэтому, уважаемые санитарки, сегодня же идите к своему главврачу или кому там, да, и скажите, вот где мои 31 тысяча рублей заработной платы в месяц. По статистике город Росстат написал государственный орган, пусть отдадут ваши деньги. Между тем, Дмитрий Медведев на прошедшей в Сочи инновационном форуме заявил о том, что российская экономика растет, но единственное, просто граждане его не ощущают. Между тем, ВВП, то есть внутренний валовый продукт России за прошлый год вырос якобы на 2%, и рекордно низкая безработица, 4,8%. Представляете, 5%. Но вот эти 5%, сейчас как пишут прогноз Пеп Голды, например, пишут, на улице минус 31, а ощущается как минус 35. Вот как вы ощущаете вот эту низкую безработицу в 5%? Вы, например, как ощущаете? И повышение экономики в нашей стране. Я так думаю, что, наверное, он же у нас неоднократно, например, ошибается. То, говорит, потерпите, то продержитесь, там денег нет и так далее, то там пенсию какую-то мизерную добавят. Вопрос-то в том, что экономика растет, может быть, да, но, по-моему, это больше касается гражданам, которые ушли из жизни. Вот по отношению к ушедшим гражданам он, вероятнее всего, что и адресовал свои слова, потому что я неоднократно ощущаю, что у нас большей частью растет тенденция у роста похоронного бизнеса. Ужас. Вот мы ежегодно выделяем деньги из республиканского бюджета на увеличение кладбища нашего, которое активно строим и осваиваем в Октябрьском районе. Вот там экономика растет. Все, уже там мест нет. Вот там тенденция есть. Мест там уже нет. Все, хоронить негде скоро будет. Поэтому, конечно, когда вот и наши чиновники республиканские грешат тем, что создают мертвых душ в плане увеличения активно занятого населения в экономике для того, чтобы отрапортовать Российской Федерации, чтобы поправить вот эту статистику, которую ты только что озвучил, что количество занятых у нас растет. А вот количество занятых, мы же с тобой озвучивали, что человек уже давным-давно умер, а его в количество занятых в трудоустроенные записали. Между тем, если возвернуться к концепции социально-экономического развития и экономического рывка России, то предполагался высокий стандарт жизни населения. В два раза должно было сократиться смертность к 2020 году и вырасти доступность высокотехнологической медицинской помощи с 10 до 80%. Между тем, вот поступили сообщения, в интернете я сегодня вычитал, что в одной из районных больниц Башкирии 84-летняя пенсионерка обратилась за помощью в связи с переломом бедра. И вот врачи за отсутствие медикаментов наложили ей на ноги шины из старой больничной швабры и попросили ей самостоятельно добраться до дома. Ну, что я могу сказать? Вероятнее всего, что, наверное, была некая скидка на ее, может быть, адрес, что ли, со стороны вот этих нерадивых врачей. Я вот вспоминаю, помнишь вот этот фильм «Приключения итальянцев в России»? Когда в одной из итальянских больниц, но это воспринималось, естественно, как сатира, как юмор, да, привезли вот эту престарелую бабушку, которая, ну, уже умирала, и положили ее в одну палату вместе с Евстигнеевым, помнишь? Так. И Евстигнеев, он был тоже загипсован. И вот, говорит, мест нету, лежите вдвоем. Ой-ой-ой. Понимаешь? Ты помнишь этот фильм? Забыл. Забыл. Ну, вот придешь домой, пересмотри его. И вот там в Италии, в Милане, да, положили двух человек на одну больничную койку. Кошмар. Так же и у нас сегодня, понимаешь. Мы уже уподобляемся не только, не то чтобы развитой стране, мы уподобляемся такому вот сатирическому сравнению, что ничего другого, естественно, уже придумать не могут, кроме вот этой хохмы, что еще и использовать в качестве шины старую швабру. А вероятнее всего, что она, наверное, была уже сломана, эта швабра. Так вот, возвращаясь к статистике, бывший представитель российского Росстата Александр Суринов, видимо, комсомольской правде дал интервью в свое время и заявил, что экономика страны, подобно засидевшемуся на печи, былинному богатырю, стряхнула с себя стагнации, сагнационное оцепенение, расправила плечи и принялась за подвиги. Так вот, настоящие подвиги совершает наш Росстат. Он показал, что в прошлом году экономика выросла на 2,3, поставив рекорд абсолютный аж с 2012 года, когда в свое время нефть стоила более 100 долларов за баррель. Вот такая сказка. Представляете, на бумаге-то все хорошо, а в действительности все? Ну, все не очень хорошо. Ну, конечно, наши чиновники, они любят прихвастнуть, любят преувеличить. Конечно, зачастую иди, удаешься. Вообще, вот откуда они берут подобную информацию? Вероятнее всего, что ты помнишь, как мы в свое время, ну, не знаю, ты застал эти времена или нет, но когда я учился в школе, в среднесоветской школе, и у нас был урок природоведения, мы каждый день приносили температуру. То есть, сколько на улице днем, сколько утром, сколько в обед. И вот ты садишься и начинаешь придумывать, какую температуру поставить. И у нас один раз была такая хохма. Один, значит, паренек взял температуру, поставил не ту, да, и у него весь класс списал эту температуру. Ну, не стали особо фантазировать, взяли вот эту... Придуманную температуру написали. И учительница-то обнаружила, что это было... Ну, знаешь, если, допустим, температура там 30 градусов, да, 29 можно написать, минус 29, там минус 31, это будет незаметно. Но когда температура явно была плюсовой, а он написал явно минусовую, то, конечно, было так смешно, всем нам интересно. И мы всем классом, представляешь, мы всем классом учителю доказывали, что он прав, понимаешь? Поэтому наши чиновники, они сидят в своих кабинетах. Они же никуда не ходят. Они же ни у кого не узнают, интервью же не берут, какая сегодня у человека действительно средняя, допустим, заработная плата. И рисуют ее. Кошмар. Он слушает, спрашивает, у тебя какая зарплата? Она говорит, 50 тысяч. А у тебя какая? У меня 100 тысяч. А у тебя какая? А у меня там 45 тысяч. Ну ладно, давай напишем среднюю. Ужас. По-моему, так же. Или тебе кажется по-другому? Вообще большинство всегда право. Я считаю, нужно прислушиваться. Это же все-таки государственный орган. Между тем, Министерство образования Бурятии опубликовало сведения об образовательной миграции. Есть такой термин, оказывается. В прошлом году у нас средние школы закончили 5,5 тысяч выпускников. Так вот, из них 2,5 тысячи ребят или половина выехали за пределы Бурятии. В вузах Бурятии остались учиться чуть более тысячи ребят. А более 2 тысяч поступило в вузы в других регионах. И почти 100 человек даже уехали за границу. Вот оно, действительная картина происходящего. Половина молодежи у нас уже сбегает из Бурятии. О какой температуре можно говорить? Ну, в любом случае, все равно температуру-то они поставят. Среднюю там или какую угодно. Но они ее в любом случае найдут, потому что они обязаны отчитаться. И ровным счетом, конечно, для жизни населения это никакого значения не имеет. Потому что, когда чиновники читают такие, ну, такие интересные, да, констатируют, что есть рост там ВРП, ВВП, там, значит, рост там заработной платы, еще каких-то дел. Они, безусловно, конечно, успокаиваются и приходят к мнению, что свои там 200 или 250 или 300 там золотых, которые они получают ежемесячно, ну, я имею в виду тысяч, да, ну, по крайней мере, в нашей республике, считают, что они их проели не зря. Понимаешь? То есть это такое взаимное самоуспокоение чиновников. У них есть свое сословие, мы же неоднократно уже констатировали, что существует уже чиновничье сословие, которое, в принципе, живет своей жизнью, пользуется своей собственной статистикой, у них собственная инфляция, у них, в принципе, как бы такое мини-государство, которое они лелеют и, естественно, одевают друг другу розовые очки. Ой, вы такие страшные вещи говорите, почему-то я вспомнил. Но ты такие вещи говоришь, да, ты от меня что хочешь услышать? Ты от меня хочешь услышать, чтобы я слезы пустил. Да, радость и умирение. Да, я пускаю слезы. Вы знаете, вот после ваших слов я вспомнил фильм «Молчание ягнят». Помните, да, Джейн Фостер, у нее была сильнейшая, значит, психологическая травма, когда однажды утром она проснулась и не услышала блеющих ягнят, которые пустили под нож на каракулевые шубы. И вот, представляете, это республика молчащих ягнят. Ну, так оно и есть. А как по-другому-то? Во-первых, у нас республика чиновничая. Может быть, она даже и не то, чтобы молчащих ягнят. Но когда у нас такое колоссальное количество чиновников, и когда мы такое большое количество бюджетных средств тратим на их содержание, а мы можем констатировать, я как действующий депутат вполне могу заявить, что я с этим сталкиваюсь регулярно, пытаюсь возразить, пытаюсь доказывать, отстаивать, что не нужны нам специальные службы охраны, что не нужны нам этого разного рода билеты на бизнес-классы, и что нужно жить гораздо более простой, такой приземленной жизнью, понимаешь? Вот оно не факт же, что он чиновником будет всю жизнь. Или у него одна задача, а быстренько вот эту вожделенную свою, в кавычках, зарплату получать и складывать ее на какие-то счета для того, чтобы потом выйти на пенсионное обеспечение. Потому что каждый же человек, он же не родился чиновником, да? И его родственники не миллиардеры, и не завещают ему никто колоссальное наследство. Да, в связи с этим я вспомнил. Жить-то придется все равно... Классическое выражение Карла Марса. Обычной жизнью. Который сказал, что государство – это частная собственность бюрократии. Вы говорите, что эти чиновники откладывают денежные средства. Ничего они не откладывают. Старость у них обеспечена. Виппенсиями они обеспечены. Министры получают от 80 тысяч минимум ежемесячной доплаты до 270 тысяч рублей доплаты. Поэтому за их, старость, не беспокойтесь. Давайте лучше о молодежи поговорим. Подожди секунду, я тебе возражу здесь. Ну, во-первых, ты же знаешь, что в Госдуме приняли уже закон, согласно которого этот депутат Госдумы может сам выбрать. Согласен он с этой виппенсией. А вы как думаете? А в республике у нас высокодотационный субъект Российской Федерации. Не будет у нас доходов. В принципе-то, если соберется народный хурал другого состава, он просто элементарно возьмет и проголосует, на что я очень надеюсь, за отмену этих виппенсий. Но пока-то сегодня все же держится за народный хурал. Так не вечный же этот будет народный хурал. Он все равно постепенно меняется. Все равно чувствуется некое обновление. Возвращаясь к молодежи. И не будет этих виппенсий. Одна надежда на молодежь. Одна надежда. А между тем, продолжаем цитировать сведения Министерства образования Бурятии. Из 5500 выставников средних школ только каждый пятый поступает в средние специальные учебные заведения. Сузы, да? И, как правило, в эти учебные заведения выбирают недоучившиеся дети. Или недоученые дети, написал московский комсомолец. Либо из-за еды туда поступают возможности получения полноценного горячего питания во время обучения. Вот она суровая реальность. Недоедающие дети подземелья идут в Сузы для того, чтобы хотя бы раз в день иметь возможность нормально покушать. Да, вопрос-то в том, что после этого они специально себе, безусловно, найти не могут. Потому что, большей частью, это, конечно, трудовые кадры и трудовые резервы для нашей экономики. А так как у нас сегодня колоссальная безработица и трудовых мест у нас, безусловно, очень и очень мало. То, конечно, большей частью я тоже такую тенденцию предполагал. Я знаю, что дети идут ради того, чтобы хотя бы каким-то образом до армии или до каких-то еще судьбоносных в своей жизни периодов поучиться и образование получить, и более или менее как-то сносно прожить. Потому что, конечно, те, кто поступают в ВУЗы, там в основном только все за счет кармана происходит. Все же фактически платное. Поэтому образование, оно, конечно, для детей представляет большой интерес. Большей частью, конечно, представляет интерес для их родителей. Но, тем не менее, также большинство детей все-таки старается выучить рабочие специальности. Давайте закончим нашу программу на позитивной новости. Игорь Лебедев, вице-спикер Государственной Думы, сын Владимира Жириновского. Как сообщают журналисты из издания «База», оказывается, владеет как минимум четырьмя высококлассными отелями в Испании. На острове Ибица одна, в Аликанте две и в Барселоне один отель. Он попал под санкционный список и передал управление своей собственностью матери супруги Владимира Жириновского. Но, между тем, федеральный закон о статусе депутатов запрещает, как известно, народным избранникам, депутатам иметь недвижимость за границей. Но Игоря Лебедева, члена фракции ЛДПР, почему-то не лишают статуса депутатов. Хотя ранее он уже попался на том, что у него обнаружили незадекларированную квартиру в Дубае. Это в Объединенных Арабских Эмиратах огромная квартира с семью туалетами стоимостью 2,5 миллиона долларов. Но приведем слова Владимира Вольфовича Жириновского, отца Игоря Лебедева, который до этого очень сильно возмущался так называемыми собственниками зарубежной недвижимости депутатами. И сказал, цитирую, возмущает поведение таких политиков, готовых идти на поводу у Запада. «Предают Россию за американский бутерброд с жавой колбасой». Как получается, он видит соринку в чужом глазу, а бревна-то в глазу собственного сына и не заметил? Ну, бревна в собственном глазу в виде сына он никогда не заметит. И ни в сынах, ни во внуках, ни в ком он ничего не заметит. И, конечно, всегда будет их активно защищать и противодействовать тому, чтобы их все-таки лишили депутатского статуса. Вообще, конечно, я обращал внимание на некую такую тенденцию, еще будучи членом ЛДПР. А вот в том числе и в Народном хурале возглавлял фракцию ЛДПР. Я медленно-медленно дрейфовал к тому, что пора с этой партией заканчивать. Эта партия никоим образом не стремится к социальной справедливости. Это партия либералов. Это партия рыночников. Это партия, которая поддерживает все вот такие подобные негативные тенденции. И, естественно, я обращал внимание на то, что у его сына постоянно такая очень большая в финансовом отношении декларация. У Жириновского ничего, а у сына там сотни миллионов. 350 квартир, по-моему, у них по российской генерации зарегистрированы. Квартиры, принадлежащие партии. Почему-то зарегистрированы на членах семьи Владимира Вольфовича. Ну, а пришло время заканчивать нашу программу. ЛДПР – это ЗАО. Это ЗАО. Это закрытое акционерное общество. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. До новых встреч в эфире. Всего доброго. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова